Начальник управления здравоохранения Белгороднестровского провела брифинг, во время которого сообщила, что за 6 месяцев текущего года от укусов животных в больницы поступило 58 человек. 45 пришлось госпитализировать, из них 12 детей. Всем оказали помощь, несмотря на то, что вакцин не хватает. К сожалению, не только территория города, а также и Одесская область и вся Украина сейчас пребывают в состоянии нехватки антирабической вакцины. Антирабическая вакцина, ее закупки проводит Министерство здравоохранения по договору с детским фондом ООН ВОЗ ЮНИСЕФ. Там есть свой план закупок, собранный по запросам с территории на основании потребностей, которую мы давали в Министерство и в 2015 году, и в 2016 году. Мы каждый год такие потребности оформляем и отправляем. Так вот, на сегодняшний день на официальном сайте Министерства здравоохранения опубликован график ориентировочных поставок вакцин на территорию. И хочу сказать, что на сегодняшний день на территории есть вакцины против 12 инфекционных с детских и взрослых заболеваний. Но, к сожалению, вакцина против бешенства или антирабическая вакцина, ее состояние сейчас пока в стадии доставки вакцины в Украину. По словам Татьяны Сибирцевой, по графику эти очень необходимые вакцины будут поставляться до конца июля и на протяжении августа в регионы Украины. Поэтому мы ждем. Как же мы оказываем помощь? На сегодняшний день мы использовали практически весь ресурс соседних районов территории, потому что при поступлении человека, укушенного собакой, обязательно проводится расспрос, собирается анамнез, обстоятельства, приведшие к этому инциденту. И хочу остановиться, что если у детей, то процентов 40 при уточнении обстоятельств получения травмы от животного, выясняется, что все-таки был фактор провокации. Либо попытался ребенок поиграться более сильно, либо отнять пищу у животного. Таким образом выясняются причины, мотивировка животного в отношении поведения к ребенку. Как только вас укусила собака, самое главное, что нужно сделать – обильно промыть рану проточной водой с обычным хозяйственным мылом. Использование других растворов является неоправданным и не имеет клинически доказанного эффекта, говорят медики. Особенности таковы, что вирус распространяется только со слюной больного животного. На сегодняшний день проведенные изучения в отношении животных показывают, что основной возбудитель находится в нервной ткани. Это головной и спиной мозг пораженного животного. А передача вируса осуществляется через слюну этого больного животного. Так вот, способность заразить другой объект, другого человека или животного у волков составляет 100% при болезни животного, у лис – 70%, а у кошек и собак составляет от 30 до 50%. Вероятность передачи больным животным вируса при укусе. Информацию о подобных случаях медики передают в госсанэпидемслужбу для того, чтобы специалисты организовали наблюдение за животным, если оно известно. В частности, у 15 человек жителей города было организовано наблюдение за укушенным животным. И это помогло человеку снять необходимость вакцинации. Потому что наблюдение за собакой после укуса должно осуществляться от 10 до 14 дней. Характеризуются ее внешние особенности, внешний вид, манера поведения. И самое главное, дифференцировочный принцип у животных – это способность глотать. Бешенство – это очень опасное заболевание со смертельным исходом в случае неоказания своевременной медпомощи. Так что будьте осторожны, играя с домашними питомцами и особенно рядом с бродячими животными, предостерегают врачи.